Ожидаемо первые вопросы журналистов про экономику региона в условиях санкций. Известно, что на сегодня для клиентов из России ограничена продажа комплектующих для производства различной техники, в том числе сельскохозяйственной, а также деталей. Особых проблем с запчастями для импортной сельхозтехники в Тамбовской области не предвидится. Некоторые предприятия Тамбовщины производят навесные прицепные агрегаты для обработки почвы. Одной из них наработала многолетний опыт взаимодействия сельхозпроизводителями и по их заказам производит более 70 модификаций качественной техники. Импортозамещение у нас уже идет, и предприятия сами друг друга рассказывают, что они могут сделать на своих предприятиях, чтобы сделать импортозамещение каких-то запчастей. Это прямо в этом зале произошло. Один говорит, я не могу тебе сделать эти запчасти, ты мне что заказ-то не даешь. Мы создали и банк импортозамещения, отрабатываем, если какие-то вопросы с Министерством промышленности и торговли. Коснулись в разговоре и реализации программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Ранее Максим Егоров принял решение об ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья в регионе до 1 июня 2023 года. Программа разделена на несколько этапов и рассчитана до 2024 года. С учетом решения руководителя региона Максима Егорова об ее ускоренной реализации фонд ЖКХ дополнительно выделил Тамбовской области 352 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Мы хотим начать расселять жилые дома, признанные таковыми после 1 января 2017 года, уже начиная после 1 июня 2023. Федеральная программа будет. Также правительство Российской Федерации сейчас разрабатывает новую программу по переселению из аварийного жилья. Максим Егоров поделился подробностями пилотного федерального проекта по тестированию отраслевой системы оплаты труда медработников. Тамбовская область вошла в число семи первых регионов участников программы. Новая система устанавливает размеры минимального оклада, единые правила в системе надбавок и единый для всей страны перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Это станет стимулом для молодых специалистов оставаться работать на малой родине. Среди вопросов особенно волнующих тамбовчан ремонт дорог. Основной акцент в этом году будет сделан на ремонт именно дорог местного значения, в том числе сельских. На такие объекты область направит без малого 2 миллиарда рублей. Это позволит отремонтировать почти 144 километра дорог. При этом к новому строительному сезону важно не допустить недобросовестные фирмы. В общей сложности в этом году на ремонт и строительство дорог регион направит 6 миллиардов рублей.